Отопительный сезон под угрозой. КП теплоснабжения города Одессы погрузило в многомиллионных долгах. Почти новоселые. Два многоквартирных долгостроя сданы по Днепропетровской дороге. Одесса отметила День знаний. Школы встретили 1 сентября отремонтированными классами и пищеблоками, а дети с желанием учиться. Вы смотрите новости G-News. Это реальные события города и страны. В студии работает Максим Линник. Здравствуйте. Подготовка к отопительному сезону под угрозой срыва. Коммунальное предприятие теплоснабжения города Одессы погрузило в многомиллионных долгах и теперь вынуждено просить помощи у города. Вопрос решали в ручном режиме на внеочередном заседании исполкома. Тему продолжит Светлана Пензова. 1 сентября на внеочередном заседании исполкома Одесского горсовета в повестке дня всего один вопрос. Выделение средств из городского бюджета для КП теплоснабжения города Одессы. Ситуация очень серьезная, говорит мэр. Сегодня предприятия в долгах. Долги эти копились, не накопились ни за год и ни за два. И особо решать их никто решительных шагов по решению данной проблемы не было. Но, кстати, мы попали вот в такую ситуацию сегодня. Финансовое положение КП теплоснабжения критическое. Отчитывается исполняющий обязанности директора. Так, на сегодня задолженность предприятия почти 900 миллионов гривен. Имеется кредиторская задолженность в сумме 894 миллиона гривен. В том числе за энергоносителей 589,7 миллионов гривен. В том числе пенни штрафы 57 миллионов гривен. Катастрофическая ситуация сложилась на предприятии по задолженности перед ПАО «Одесса облэнерго». На 1.09.2015 года она составляет 87,6 миллионов гривен. С учетом признанных судом пеней и штрафов. Члены горисполкома пошли должнику навстречу. В помощь предприятию из городской казны выделят 16 миллионов гривен. Но ситуацию в корне это не спасет. Денег хватит только на погашение задолженности по зарплате сотрудникам теплоснабжения. Сегодня работаем по подготовке к отопительному сезону сообща. Поэтому будем надеяться, что проблем не будет. И отопительный сезон мы начнем вовремя. Могу проинформировать, что сегодня работы ведутся. Ни на один день не останавливались. И город готов к тому, чтобы отопительный сезон начался согласно графику. Скорее всего зима будет сложной. Не исключено, что минимальный температурный режим в квартирах одесситов понизят с 18 до 16 градусов тепла. Но все будет зависеть от температуры воздуха на улице, говорят в мэрии. Светлана Пензова, Александр Леуш, Новости G-News. Если раньше обогревать холодные квартиры можно было электроприборами, то теперь и это удовольствие не по карману. С 1 сентября тарифы на электроэнергию увеличились. Для многих более чем на 20%. С чем связывают очередное повышение одесские эксперты и кому оно на руку, узнавала Екатерина Чабан. Подорожание электроэнергии сюрпризом не стало. Постановление о повышении тарифов госкомиссия по регулированию рынка электроэнергии приняла еще в конце февраля. Если раньше за киловатт потребители платили 37 копеек, то теперь на 25% больше. Максимальное повышение будет для малоимущих, для тех, которые потребляют до 100 кВт в час. Они будут платить, по-моему, около 48 копеек. Да, есть вторая категория, там где-то копеек, по-моему, 70. Есть третья категория, гривны 50. Повышение плановое, оно соответствует политике правительства по проведению экономических реформ, которые сводятся к тому, что не трогается налоговое законодательство, таможенное, офшорное ценообразование. Действительно ли подорожание столь целесообразно, как о нем говорят, вопрос спорный. Соглашаются с этим и эксперты. Коррупционная составляющая на данном рынке остается, так как непонятно какая рыночная цена киловатт в час. 48 копеек, гривна 50. В общем, дали частным облэнерго на откуп, ну, как было, в принципе, и раньше этот рынок. Берите больше, зарабатывайте, будьте счастливы в Украине. Чтобы компенсировать затраты, в Украине действует система субсидий. Но получить их удалось не всем, кто в этом нуждается. Теперь правительство обещает повысить минимальные зарплаты в среднем на 100-150 гривен. Следующего подорожания украинцам стоит ожидать 1 марта 2016 года. Средняя стоимость киловатта в час составит чуть больше 1 гривны. Екатерина Чабан, Александр Левуш, Новости, G-News. 8 лет ожиданий. Инвесторы долгостроев альянса под Днепропетровской дороги 7373-1, наконец, станут новоселами. Накануне оба 110-квартирных дома были сданы в эксплуатацию. Уверенностью в том, что их дома будут достроены, людям придавала поддержка Геннадия Труханова, который еще, будучи народным депутатом Украины, уделял особое внимание этому вопросу. О радостном моменте получения ключей от квартир смотрите в следующем сюжете. Строительство двух 16-этажных домов под Днепропетровской дороги 73 и 73-1 было начато в 2006 году компанией «Альянс Жилстрой». Но уже в сентябре 2008 работы остановили, выполнив объекты лишь на 70%. Городская власть предприняла ряд конструктивных шагов для возобновления строительства силами других строительных организаций. Борьба инвесторов за свои квартиры завершилась победой 31 августа 2015 года. От имени всех инвесторов хотелось бы поблагодарить в первую очередь Геннадия Леонидовича, также Вячеслава Ивановича, Горсовет, Управление капитального строительства, райадминистрацию, всех застройщиков, которые помогали нам в это тяжелое время и не бросили, не отказали. Мы в душе очень вам благодарны. Еще будучи депутатом городского совета, потом Верховной Рады, Одесский городской голова неоднократно проводил встречи с инвесторами и застройщиками, направленные на решение существующих проблем недостроев Альянса. Благодаря слаженной работе городской власти, начиная с 2014 года, в Одессе активно ведется достройка четырех недостроев компании Альянс. И как результат, в апреле был сдан в эксплуатацию жилой дом на Высоцкого, а теперь и по Днепропетровской дороге 73 и 73 дробь 1. Вас с праздником! Желаю счастья, здоровья вашим семьям, успехов, чтобы жизнь в этом доме была счастливой. Дальше будем благоустраивать территорию, наводить порядок вокруг. Поверьте мне, есть план, районы администрации знают, что делать. Будем делать, будем внедрять. Символические ключи от долгожданных квартир Одесский городской голова вручил инвесторам обоих домов. Это, вы сами понимаете, непростая форма этого ключа. Здесь квадрат, круг, треугольник. Что это значит? Квадраты. Это символ основы, фундамент. Символ земли. Круг. Символ неба, символ вечности, мудрости. И треугольник – это символ духовности, доброты и человечности. И все это в одном месте. И все это для жильцов, которые живут в нашем доме. Днепропетровская дорога 73. Для ввода в эксплуатацию жилых домов Одесским городским советом принято решение о финансировании из бюджета города. Средства пойдут на благоустройство прилегающей территории и прокладки инженерных сетей. Главная цель, говорит Одесский городской голова, сделать жизнь одесситов комфортной. Впервые за 23 года, к первому, вернее, к периоду введения начала учебного года, сентябрь-октябрь, мы в Одессе сдадим маленьким одесситам 7 детских садов. Вы понимаете, что такого не было никогда в Одессе. Никогда в Одессе, в период, что необходимо было, только забирали, приватизировали, сносили, строили высотки и забывали про детей полностью. В Суворовском районе неугомон, абсолютно новый будет на Марсельской детский сад, красивый, с фундамента построили. Ни копейки бюджетных не потратили. Построим детский сад, и нам передадут его в город. Городу и школе удалось найти компромисс. Уже в первых числах октября около 300 детей Суворовского района смогут пойти в детский сад. И не потому, что выборы 25-го. Абсолютно нет. Тендерная процедура, строительные нормы. Все это попадает. И поверьте мне, буду я мэром, не буду я мэром. Это ни в коем случае. Я никогда не работал под выборы. Просто у нас выборы так часто, что невозможно что-то делать, чтобы мне сказали, что под выборы. Понимаете? Поэтому мы просто работаем. В скором времени в эксплуатацию будут введены и другие объекты, в том числе и дома Альянса. Земля под застройку в городе теперь выдается только тем компаниям, которые могут доказать свою способность довести начатое дело до конца. Для курсантов Одесской военной академии новый учебный год начался с визита премьер-министра Украины. Арсений Яценюк и министр обороны Украины генерал-полковник Степан Полторак приняли участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня знаний. В числе нынешних первокурсников Академии 132 – участники антитеррористической операции на востоке страны. Говоря о политическом векторе Украины, премьер обозначил членство страны в НАТО. В этот же день Арсений Яценюк вместе с послом США в Украине Джеффри Пайетом открыл совместные украинско-американские учения «Сибриз». Морская фаза 14-х международных учений продемонстрирует участие 18 кораблей и 14 самолетов и более полутора тысяч военных. Продлятся учения до 12 сентября. Добавлю, что стратегическое значение Черноморского региона очень выросло после российского вторжения в Крым, аннексии полуострова и всех событий, которые последовали потом. Вместо школьной формы – погоны на плечах. В этом году к обучению приступили более 700 будущих офицеров внутренних дел. Кто-то из них пополнит ряды полицейских, а кого-то ждет карьера в спецподразделении. Но независимо от выбранного пути цель одна – обеспечить порядок и безопасность в нашей стране. На необычной первосентябрьской линейке побывала и наш корреспондент Анна Полякова. Торжественная линейка в честь Дня знаний тут не с букетами из цветов, а с гимном Украины и минутой молчания. Во дворе Одесского государственного университета внутренних дел собралось 738 курсантов. В этом году новобранцев 75, немало и девушек. Самая хрупкая из них весит 45 килограмм и при этом подтягивается на турнике 27 раз. У нас 25 девчат из 75. Окременно, можно сказать, как группа. Но обмежений не было при вступе. Отверто скажу, как есть. В первую очередь физическая подготовка, а потом уже конкурс ЗНО и все. Большая часть поступивших и поступающих в это учебное заведение приезжают из сел и области. По словам ректора, эти ребята обладают всеми необходимыми для службы качествами. Зачастую у них более развиты семейные ценности, чем у горожан. В учебном процессе основной уклон на воспитание достойных, благородных, честных и патриотичных личностей. А потом уже наука. Мне всегда казалось, что я должен помогать обществу. Я с детства еще, наверное, с класса пятого думал, милиционером буду. Ну и так-то свершилось это. Я хотела бы помогать людям бороться с коррупцией в этой стране, потому что это более перспективно. В честь начала нового учебного года старшее поколение лейтенанты торжественно передали новобранцам свиток-летопись Одесского государственного университета внутренних дел. А уже спустя 20 минут после начала линейки курсанты разошлись по аудиториям. Познавать все тонкости и азы своей профессии. Анна Полякова, Александр Леуш, Новости, Джиньюз. Отреставрированный актовый зал, отремонтирована система отопления. С хорошими обновками, начиная от учебных год, Одесская общеобразовательная школа номер 58, расположенная в центре Одессы. Как здесь посвящали в первоклассники, расскажет наш корреспондент Светлана Пензова. 93 года исполняется школе номер 58. Она одна из старейших в городе. 1 сентября здесь встречают с новым актовым залом и системой отопления. На эти цели из бюджета города учебное заведение получило 220 тысяч гривен. Пока остаются трудности с учебниками. Все учащиеся в классах с украинским языком обучения обеспечены учебники. Но для учащихся 4-7 классов, как и во всем городе, мы ждем учебники. В русских классах немножко сложнее, особенно в пятом. Но я думаю, что до конца буквально этой недели у нас существует такая традиция. Мы обмениваемся учебниками между школами. Если в каких-то школах есть лишние учебники, они делятся. 44 первоклассников впервые переступили порог школы. Для них звучит самый первый в их жизни звонок. С ручными, буркнули мы в область. За ручными, буркнули мы в область. Напутственное слово первоклассникам дал и одесский городской голова. Сделать еще предстоит очень много. Очень много для того, чтобы наши дети чувствовали заботу о себе. Потому что, когда дети чувствуют заботу, они растут счастливыми. Они растут добрыми. А счастливые дети, добрые дети – это наша с вами обеспеченная, хотел сказать старость, не хочется говорить, наша с вами зрелость, это будущее. С праздником вас! Счастья, здоровья, любви, благополучия, Божьей милости вашим семьям, нам всем. Первоклассники в школу уже пришли подготовленными. Умеют читать и писать, хвастаются ребятам. Читать умею, писать умею. Читать умею. Готов к школе? Да. Больше всего я люблю рисовать. Придумывать что-то. Детки очень умненькие, образованные, терпеливые. И могу сказать, что очень интересно с ними работать. Светлана Пензова, Сергей Малий, Новости G-News. День знаний – не только праздничная линейка, взволнованные родители, нарядные школьники и веселые улыбки. В Черноморском лице это прежде всего углубленное изучение гуманитарных наук, в частности языков. Уроки на английском, факультативы на французском, а дальше поступление в лучшие вузы Украины и зарубежных стран. Каким был первый день для учащихся Черноморского лицея, узнавала наш корреспондент Екатерина Чебан. 1 сентября. Двор Черноморского лицея с самого утра наряжен. Здесь собрались ученики, родители, преподаватели и те, кто впервые переступает порог учебного заведения. Напутствие лицеистам дает учредитель лицея. Вступая в этот новый учебный год, я хочу вам пожелать только спокойствия, только мира. Я хочу, чтобы для всей Украины и всего народа наступил наконец-таки мир и достаток. Наша школа открыла объятия для многих детей. Это дети практически из 20 национальностей. Наша школа – маленький символ Одессы, ведь наш город многонациональный. Пускай этот год будет удачным и легким. Особое внимание в лицее уделяют языкам. В учебном заведении дети изучают английский, турецкий, французский и немецкий. Даже такие предметы, как информатика или математика, тут преподают на английском. Подобные знания, говорят лицеисты, пригодятся им в будущем. Я буду заниматься активной подготовкой к ЗНО. И также я буду готовиться к экзаменам для поступления за границу. Здесь очень много уроков английского, и благодаря этому уровень намного улучшается. Процентов где-то 10-15 у нас действительно идут за рубеж учиться. Но в основном как они стараются? Даже не сразу идти за рубеж. Они заканчивают здесь учебу, получают диплом бакалавра, а потом уже специалисты или магистры они получают за рубежом. И потом возвращаются к нам, и здесь у нас продолжают свою деятельность. Готовить первоклассных будущих предпринимателей, бизнесменов и людей своего дела – вот приоритетная задача лицея, говорит Карасу Локманбей. Мы стараемся дать детям те понятия, которые двумя крыльями быть птицей. Что это означает? Это означает, что человек, то есть ученик или ребенок, должен и головой, и сердцем вместе. А что такое головой? Он должен одновременно математик, физик, химия, биологию, английский хорошо знать, а другой стороны, у него в сердце должно быть уважать родителям, уважать соседям, уважать учителям. То есть у него в сердце, если нет вот это драгоценные, важные качества, у него голова не хватает. В этом году Черноморский лицей приготовил своим воспитанникам учебные сюрпризы. У нас есть некоторые преобразования. Скажем так, у нас экономика, деловые английские, менеджмент ведутся на английском языке. Это уже что-то новое, правильно? Мы почему вводим? Для того, чтобы детей готовить к будущему. На сегодняшний день мы готовим детей, и в любые школы готовим детей. И по обычной программе, по обычному стандарту, как у нас есть. Но мы видим, что все же есть какие-то проблемы в образовании. Мы хотим идти в ногу с нашими поколениями, с нашими детьми, потому что им строить будущее. Вот и прозвенел первый звонок для учащихся Черноморского лицея. Для старших классов этот год будет действительно тяжелым, потому что нужно готовиться к выпускным экзаменам. А для первоклассников это всего лишь начало новой жизни. Екатерина Чабан, Игорь Максименко, Новости, G-News. Вкусно и полезно. Именно так отныне будут питаться учащиеся Одесской специализированной школы номер 117, что в центре города. После капитального ремонта пищеблок переоборудован и отвечает всем санитарным нормам. Обновлена и столовая. Площадь школы 10 тысяч квадратных метров, и потому проблем предостаточно. Однако задачей первоочередной важности этого года стал пищеблок, который не ремонтировался на протяжении многих лет. Мы начали с того, что привели в порядок пищеблок. Это посудомоечный и непосредственно кухню. Затем поменяли окна, поменяли двери, плитка на полу новенькая, как вы видите, плитка на стенах новая. То есть сегодня наш пищеблок уже более соответствует санитарно-геническим нормам, чем до этого. Тем более, что ремонт пищеблока – это было предписание санстанции. Так что мы его выполнили благодаря помощи Павла Вугельманом. При поддержке мэра города и депутатская группа «Доверяй делам» самое большое внимание уделяет нашим школам. И сегодня мы отремонтировали пищеблок и столовую в этой замечательной школе, чтобы дети ощущали заботу, комфорт и чтобы то питание, которое сегодня предоставляется детям, чтобы оно было высококлассно, безопасно и качественно. Столовая и пищеблок отремонтированы за средства городского бюджета и при поддержке депутата горсовета Павла Вугельмана. Сотрудники новыми условиями работы нарадоваться не могут. Уже работаю здесь 20 лет, и я очень счастлива, что такой ремонт прошел. Хотя бы он не сильно большой, но это так много сделано для нас. Хороший пол, шикарная плитка, панели – это вообще так много для нас. Потому что мы каждую пятницу для нас была каторга, убирать мышь. Знаете, как-то старое оборудование – это очень тяжело. А сейчас такая прелесть, такая красота. Мы очень признательны Павлу Вугельману за то, что он оказал нам помощь в ремонте нашей школьной столовой. В специализированной школе 117 в столовой ежедневно питаются порядка тысячи учащихся и около ста преподавателей школы. Отремонтированная столовая отвечает всем нормам и требованиям санитарно-эпидемиологической службы. Марьяна Славова, Александр Леуш, Новости, G-News. Без этого атрибута сложно представить такие праздники, как 14 февраля, 8 марта и, разумеется, осенний праздник, 1 сентября. Но в этом году на День знаний цветы попросили не дарить. Кто и почему и сколько просили за букетик продавцы, знает наш корреспондент Анна Полякова. Еще с вечера 31 августа на улицах, то тут-то там можно было встретить несущих охапки цветов горожан. Канун праздника Дня знаний – это один из самых ходовых товаров. Более всего актуально – это цветы, потому что цветы всегда ассоциируются с праздником, и в основном учителя – это женщины, а женщины все любят цветы. И 1 сентября не исключение. В основном предпочитают дарить небольшие букетики, потому что школьники сами небольшие. Из многообразия сортов – в приоритете герберы, гладиолусы и традиционные астры. В среднем на рынке скромный букет от 30 гривен. Авторские из магазина уже от 150 и выше. Общая сумма, которая выделяется родителями на праздничные цветы, довольно внушительная. В этом году Министерство образования и науки призвало украинцев не покупать цветочные композиции учителям, а помочь военным из зоны АТО. Такая альтернатива была бы воспринята неоднозначно. Я считаю, что это категорически неправильно. Это праздник детей в первую очередь, праздник учителей. И как без цветов? Только с цветами. И по возможности помочь АТО, конечно. Но в школу только с цветами. Взять проблемы, которые в стране у нас. Поэтому лучше оказывать помощь тем, кто это вынуждается. Цветы можно и в любое время другое подарить, когда будут деньги. В любом случае, воспоминания о школьных годах порой бесценны, заставляют не раз улыбнуться уже во взрослой жизни. Даже если речь идет о банальном вручении букета учителю на 1 сентября. Я помню, это был такой букет весь в фольге. Я смотрела фотографии, уже когда стала флористом, смотрела фотографии. Но, как по мне, не совсем красивый, скажем так. Поэтому и лицо у меня на фотографии не очень. Видимо, я была недовольна букетом, а не тем, что в школу иду. Но, надеюсь, что учительница была приятна. И в этом году учителя не остались без традиционных подарков. Скорее всего, и в дальнейшем цветочная традиция будет оставаться незыблемой. Анна Полякова, Александр Леош, Новости, Джиньюс. Как бы там ни было, но многие школы города все-таки откликнулись на инициативу министерства и просьбу городского управления образования. Вместо цветов собирали помощь бойцам из зоны АТО. Для этого в учебных учреждениях вывесили специальные боксы. От школьных парт к уличным гуляниям. В Киевском районе День знаний плавно перешел в концерт под открытым небом с участием талантливой молодежи. Зрители со всего района специально пришли на праздник и приняли участие в ярмарке. Сегодня и Киевский район присоединился к празднованиям по случаю Дня города. Лучшие творческие коллективы района приготовили для зрителей свои удивительные подарки. Подобные мероприятия проходят во всех районах города. Атмосферу настоящего праздника должны ощутить не только одесситы, но и гости. Три района уже отгуляли. Сегодня гуляет Киевский район. Гуляет, как видите, здорово. Гуляет, как и гуляет все одесса, многонационально. Гуляет за столами. Так, как должны гулять настоящие одесситы. Концерт под открытым небом порадовал публику яркими костюмированными номерами. Я благодарна просто тому, что есть такая возможность прийти и детям, и взрослым, и учителям полюбоваться нашими детей, нашим праздником. Я хочу поздравить город, в котором я родилась, и который я люблю, наверное, больше всего на свете. Я бы хотела пожелать нам всем мира, добра, тепла, быть друг другу более терпимее, с пониманием относиться к людям, к разным. Наш город очень гостеприимный. Мы всех любим, всех приглашаем к нам. Рядом со сценой расположилась ярмарка, на которой можно было познакомиться с кухней разных национальностей, приобщиться к культуре разных народов. Дети получали бесплатное мороженое и канцтовары. Я желаю своему городу процветания, а одесситам здоровья и счастья. Я желаю городу мира, во-первых. Ну, это самое главное в наше сейчас время. Ну, еще желаю, чтобы он, как всегда, цвеол, оставался таким, как он есть, колоритным, атмосферным. Праздник получился замечательный. Яркое сентябрьское солнце и море детских улыбок. Зажигательные танцы, песни и незабываемые впечатления на год вперед. Марьяна Славова, Игорь Максименко, Новости G-News. Парад барабанщиц и финалистов открыл в Одессе заключительный этап чемпионата Украины по королке 2015. В этот же вечер определились и победители, которые представят Украину на чемпионате мира в Сингапуре. Кто эти два счастливчика, знает Анастасия Тютерева. Она стала свидетелем красочного шоу в Найс Клаб. Последний раз Украина участвовала в чемпионате мира по караоке три года назад. Именно поэтому представить нашу страну важно наилучшим образом. Ответственность за выбор победителей, конечно же, легла на плечи судей. Тем более, что до финала дошли самые голосистые. Их аж 12. Я как профессионал в этой сфере могу отметить для себя, что я приятно удивлен тем, что вот есть у нас вокалисты такие, да, из простых людей, скажем, в общении, которые не связаны с этим профессионалом. Очень здорово. Финалисты выбрали именно те песни, которые наилучшим образом раскрывают их талант. Репертуар разнообразный. Начинают композиции Джо Кокера. До дорогих сердцу, под которые пел и танцевал весь зал. Я без песни, как рыба без воды. Я люблю песни. С шести часов вечера и до десяти певцы удивлялись своими талантами как судей, так и гостей чемпионата. Волновались и переживали за финалистов все, но больше всех женщина, которая и организовала, и провела КВЦ «Украин-2015» – Алена Пинчук. Ее труды были вознаграждены неожиданным подарком – самой миниатюрной системой караоке, которую разработала фирма «Спонсор». Этот подарок стал первым сюрпризом вечера. Финалист Александр Куруч получил сертификат на обучение вокальной студии и Евро-тур по городам Прованса за финальную песню «Бель». А руководитель крупнейшего медиахолдинга в Одесской области, главного медиапартнера чемпионата «Козырь Диджитал», заслуженный журналист Украины Александр Козырь вручил дипломы и медали всем финалистам. И именно он назвал имена двоих победителей. И в мужской номинации Человек, который сорвал аплодисменты за очень яркое и харизматичное выступление – Сергей Пинчук. АПЛОДИСМЕНТЫ Для жюри это был очень тяжелый конкурс, потому что очень сильный реально состав. Очень самый, пожалуй, самый сильный чемпионат Украины по караоке в этом году. Очень удачный. Спасибо большое за это организаторам. Вы знаете, наши каналы традиционно поддерживают все очень яркие, очень правильные, очень нужные движения. Мы не случайно сегодня в полном объеме поддержали чемпионат Украины по караоке. Потому что мы уверены, что наши ребята в Сингапуре выступят хорошо, и это дополнительный имидж для нашей страны. Нашей стране необходим положительный имидж во всем мире. И я думаю, что чемпионат караоке – это одна из сослагательных нашего успеха. Именно эти двое восхитительных певцов-аматоров будут представлять нашу страну в Сингапуре в ноябре этого года на чемпионате мира по караоке. До конца еще не верится. Бурлит, все кипит внутри. Но все очень позитивно. К счастью нет предела. У меня тоже вообще нет слов. Я до последнего не верила. Честно, что я смогу это. Нет, я не могу больше ничего говорить. Я считаю, что мы достойно покажем Украину на чемпионате мира. В чемпионате мира по караоке в Сингапуре. И я еще раз повторюсь, считаю, что действительно караоке – это должно быть одно из направлений культуры. Потому что люди, не имея возможности получить какое-то музыкальное высшее образование, приходят сюда со своей мечтой и показывают, насколько они талантливые, насколько они трудолюбивые. Браво всем. Вообще, я считаю, что они все победители. Они все замечательные. И дай бог им большого, красивого будущего. Анастасия Тютерева, Александр Кремлев, Новости, Джиньюз. Этот вторник оказался информационно насыщенным, но главным событием все-таки стал День знаний. Сопутствует школьникам и погода. Первые учебные дни в Одессе будут не просто теплыми, а жаркими и без осадков. В среду 2 сентября температура воздуха прогреется до плюс 28. Ветер юго-западный – 4,7 метра в секунду. Пляжники по-прежнему могут посещать море. Вода достаточно теплая – от 22 до 24 градусов с отметкой плюс. На этот час у меня все новости. Обо всем интересном и важном сообщайте на горячую линию редакции 705-79-91. Смотрите наши новости на телеканале Джиньюз и телеканале А1 каждый нечетный час. Мира вам и только положительных новостей. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok